теперь по поводу про послушайте вот здесь все очень взрослые люди и уже опытные мы с вами я сейчас не буду просить чтобы вы это все вот так как я скажу отражали в своих материалах влияли влияли на на прессу там или как я просто вам вот знаете хочу вам лично сказать напомнить какие-то вещи ведь мир избавлен от крупномасштабных воин и военных конфликтов мы с вами все об этом знаем благодаря так называемому стратегическую баланс у которого был достигнут после того как две супер ядерные державы договорились фактически о сдерживании и в росте наступательных вооружений и о сдерживании в системах противоракетной обороны потому что для всех понятно если одна сторона развивает противоракетную оборону успешнее чем вторая то она приобретает преимущество у нее появляется искушение использовать это оружие первой поэтому это один из краеугольных камней международной безопасности система против противоракетной обороны и договоренности в этой сфере я далек от того чтобы кого-то ругать обвинять в чем но когда наши партнеры американские вышли в одностороннем порядке они нанесли колоссальный удар по или вот это был первый удар по международный нам по международной стабильности точки зрения возможности нарушения баланса сил стратегического тогда я сказал ну мы сейчас не можем развивать эти эти технологии поскольку а дорого во вторых еще неизвестно как они будут работать мы не будем просто деньги палить мы пойдем по другому пути мы будем совершенствовать ударные системы чтобы сохранить баланс только для этого и для чтобы угрожать кому-то нам ответили ну да это вот не наша система про не против вас а то что вы делаете мы исходим с то что это не против нас но и делать еще хотите я думаю что такое столько вопроса она связана с тем я уже говорил по моему сегодня на пленарном заседании связано было с тем что это с начала двух тысячных годов россия находилась в очень сложном положении развал экономики значит фактически гражданская война и борьба с терроризмом на 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 кавказе оборонная промышленность в развале вооруженные силы в ужасном состоянии ну кому в голову приходилось что россия сможет наращивать и стратегические вооружение наверное думали о том что пройдет не некоторое время имеющиеся доставшиеся от советского союза вооружение будут деградировать это рассказать да делайте что хотите но мы предупреждали что мы будем это делать мы сказали об этом и мы делаем я вас уверяю сегодня на россия добилась существенных успехов на этом пути сейчас не буду всего перечислять но мы модернизировали наши комплексы и успешно развиваем новые поколения я уже не говорю о системах преодоления система противоракетной обороны но наши партнеры несмотря на все наши возражения на все наши предложения о реальном сотрудничестве не хотят с нами сотрудничать отвергаются наши предложения и действует по самому плану я сейчас не буду некоторые вещи считаю даже пока некорректным говорить публично но можете мне верить можете не верить мы предлагали конкретный элемент как бедный вариант сотрудничества они реально все были отклонены но вот все-таки пришли к тому чтобы сейчас построили систему про в в румынии говорили это все время о чем нам нужно защититься от иранской ядерной угрозы где ядерную угрозу иранской ее нет договор подписали уже и причем соединенные штаты были по сути инициаторами этого договора с ираном мы помогли мы поддержали но если бы не позиция сша не было бы этого договора и это безусловно заслуга президента обама потому что я считаю это договор правильный он разрядил ситуации вокруг ирана и президент обама может записать это безусловно свой послужной список как результат своей работы на этом направлении но угрозы нет а система про продолжает строиться значит мы были правы когда говорили что нас обманывают с нами не искренне ссылаясь на на якобы имеющиеся иранской ядерной угрозы при строительстве системы про ну так оно и есть на самом деле в очередной раз пытались нас надуть сейчас построили эту систему сейчас ставят там ракеты так но вам должно быть известно что ракеты закладываются в капсулу которые используются для пусков на ракет средней дальности томагавк морского базирования значит туда закладывают сейчас антиракеты способные поражать цели на расстоянии 500 километров но мы знаем технологии развиваются мы примерно знаем в каком году примерно американцы получат новую ракету которая будет уже не 500 километров а тысячи а потом больше и с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу мы по годам знаем что будет происходить и они знают что мы знаем это вам только вешают лапшу на уши как у нас говорят а вы в свою очередь вешиваю вешаете своему населению и люди не чувствуют опасности вот мечу беспокоить но как вот как мы не можем понять мы мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение вот в чем проблема делает вид что как будто ничего не происходит но я не знаю даже как достучаться и о чем говорят это часть оборонного потенциала не наступательного это значит системы которые которые призваны на оградить агрессию это неправда это не так система стратегическая система противоракетной обороны это часть наступательного стратегического потенциала и все это работает в единой связке с наступательными ударными комплексами одни прикрывают одни наносят упреждающий удар высокоточным оружием другие прикрывают от ядерного ответного удара третье значит наносит сами ядерный удар это все в комплексе решается в комплексе современным не ядерного исполнения высокоточным оружием значит ну ладно вот эти противоракеты которые будут развиваться и будут все больше и больше нам угрожать но вот в эти чехлы куда закладывается антиракеты я же сказал что они берутся с кораблей и там эти шахты так скажем используется для томогавка но там можно вообще просто за несколько часов поставить вот томогавки и все это уже никакие не противоракет откуда мы знаем что там в этих шахтах находятся нужно просто изменить программу все это работа абсолютно незаметно не по до румыны никто не будут знать что там происходит и что допускают румын туда что никто не будет знать ни румыны не буду знать не поляки не будут знать я знаю как это делается это на мой взгляд это большая опасность вот когда-то мы обсуждали с нашими партнерами американскими у них была идея создания баллистических ракет в неядерном исполнении и мы им тогда сказали слушайте но вы понимаете что это такое или нет вот у вас будут стартовать ракеты с подводных лодок с территории стартует баллистическая ракета мы же не знаем месте ядерная головка или нет какая на какую какую угрозу вы будете создавать но насколько нам известно сегодня эта программа не осуществляется они ее остановили пока но это продолжают к чему это все придет я не знаю но мы но я знаю точно что мы вынуждены будем отвечать только я уже заранее знаю чтобы нас будут обвинять в агрессивном опять в агрессивном поведении хотя это только ответ но ясно что мы должны будем обеспечить безопасность не только свою нам очень важно обеспечить стратегический баланс в мире еще раз вернусь к этому и закончу ответ на вопрос с того чего начал вот именно стратегический баланс обеспечил на гарантировал мир на планете гарантировал нас от крупных вооруженных конфликтах за последние 70 лет и это благо хоть она такое знаете основанная как бы на взаимной угрозе но тем не взаимная угроза она обеспечила нам глобальный мир на протяжении десятилетий на как его можно разрушить так я не знаю мне кажется что это очень опасно не только карте я в этом уверен и люди не чувствуют опасность вот мечу беспокоит ну как вот как мы не можем понять мы мы тащим мир вообще в совершенно новое измерение вот в чем проблема делают вид что как будто ничего не происходит но я не знаю даже как достучат как правило в рейтинге These U.S. Marines are about to perform their first ever amphibious landing from the Black Sea onto the Ukrainian coastline. 15 amphibious assault vehicles packed with both U.S. and Ukrainian Marines secured a beach south of the port city of Odessa before heading inland as part of the annual multinational naval exercise Sea Breeze. This year the U.S. Navy deployed two ships, the USS Ross, a guided missile destroyer, and this ship, the USS Whitby Island. which acted as the launching pad for the amphibious operation. The Black Sea is bounded by six countries linking south-eastern Europe and western Asia. Since the Russian annexation of Crimea in 2014, the security situation here has been very tense at times. The British The King was a 18-year-old- exclusive Moshe Украинский президент Петр Порошенко Украинский президент Петру Порошенко у온еком во всемbutа Крыма и в Са Watersечной регионе к andere Withinス Sectematic Gr Myst 같아요 Мы должны быть готовы Людейênorder за тех пор機 Раиievesему бусинскую Гén nessа разных выйдет Продолжение следует...